Музыка 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 Окей, ребят, мы сегодня здесь собрались с вами на мой семинар по ботехдиагарду Давайте сразу несколько слов еще и о том, что мы и как здесь будем делать Поехали Много-много отрабатываем, у нас будет потом отработка с сопротивлением И помните, что мы здесь собрались поучиться, не надо мешать друг другу в отработке То есть не надо упираться и показывать, типа, о, чувак, у тебя не работает, какой я молодец Параллельно с этим не надо человеку пытаться помочь То есть он у вас еще сипова не начала, вы уже прыгнули и сами упали Когда вы даете человеку неадекватную реакцию, он не учит Он привыкает делать фигмы, а потом очень сильно разочаровывается, почему у него не получается Дальше немножко об этой фигуре Я очень люблю этот гард Я начал заниматься джиу-джитсу, как-то боролся Но долго не мог найти свою позицию снизу, потому что ноги на делари бы у меня не заворачивались Не могу это завернуть В закрытом гарде я какой-то очень маленький и слабый, чтобы человека держать Плюс, но это очень тяжело оттуда что-то сделать И как-то фрикс организовали семинары в Аварджинске Я, в принципе, до этого вообще не знал, что это за чувак Там было написано, что он классный Я думаю, не, ну раз он классный, я туда пойду Я тогда пошел, это оказался очень продуктивный семинар Баттерфляйгард оказался очень хорошей штукой Которая работает и в кимоно, и без кимоно Она достаточно универсальна, она достаточно проста Она помогает бороться против тяжелых чуваков Потому что я в своих категориях, где борюсь, я постоянно не до веса Я сейчас спустился в 94, но я все равно там, как бы, меньше по габаритам, чем те люди, которые туда борются Сегодня мы разберем основные вещи из Баттерфляйгарда Эти вещи я делал на соревнованиях постоянно, они рабочие Мы не будем их комбинировать с какими-то сингл-ыксом, их гардом, с которыми Баттерфляйгард обычно комбинируется, когда человек начинает усложнять нам жизнь Мы разбираем именно момент из Баттерфляйгарда Мы посмотрим основные свипы, мы посмотрим, так называемые, атаки Это будут болевые, это будут варианты забрать спину И мы посмотрим одну очень прикольную технику, которая оттуда делалась Это мы оставим на конец, на своей секретной технике Панкова Мы не будем сейчас разминаться, мы начнем сразу с упражнений В нашем распоряжении весь зал, в том числе ринг Я буду перемещаться по залу, стараясь на всех посмотреть, всем подсказать В партнеры себе стараемся брать людей своих габаритов, цветные пояса Большая просьба, берите белых поясов То есть не надо друг с другом статусоваться Помогайте тем, кто знает меньше вас Окей, тогда начнем с первого упражнения У нас делается соло, смотри на меня Мы ложимся на бок Бок, это когда у меня вот здесь вот, относительно тела 90 градусов И вот здесь вот, вот это не бок Потому что только вас толкнут, вы завалитесь на спину Борозов на спине почти нереально Вас будут прохреть, вас будут рассказывать Вам все время нужно будет сохранять это положение Мои ноги не валяются на полу, мои ноги все время подтянуты к себе Мои колени максимально широко Когда я разложу свои колени, я не закатываюсь на спину Я остаюсь на боку Пальцы ног все время на себя Обратите внимание на нижнюю стопу Она не находится где-то сзади Если она будет сзади, вы не сможете вкрутиться, у вас нога будет уезжать Она вот здесь, чуть впереди Нога максимально согнута Чем сильнее эта нога согнута, тем лучше вы вкрутитесь Я упираюсь пальцами ноги в пол Я иду на свое плечо Моя шея прямая Я не подгибаю никуда свою голову Я вкручиваюсь, моё колено не касается пола Я вкрутился Смотрите, мой таз и моя грудь Развернуты к полу Меня никуда не заваливают Я могу спокойно здесь стоять Моя голова не подгибается, я никуда не кувыркаюсь Моя шея прямая В дальнейшем я смогу вот так вот спокойненько на неё переходить Так что сейчас делать не надо Это просто показатель Верхней ногой я медленно, не надо так пинать пол Медленно Касаюсь пола Ложусь обратно, я ложусь на бок, я не плюхаюсь вот так вот сюда Я медленно ложусь на бок Ножки согнуты, пальчики на себя Ручки здесь болтаются Коленки близко к себе Вкручиваюсь, не надо вкручиваться вот так Это неправильно Вы не сможете это сделать, когда здесь будет лежать человек Я не касаюсь коленом пола Мой таз, моя грудь развернуты в пол Нога медленно касается пола Я возвращаюсь обратно Делаем это в течении 3 минут Разбиваемся по залу Смотрим по сторонам, стараемся не задеть партнёра Делайте на свою основную сторону Которую вы обычно боретесь Потому что на другую сторону это пока вам не нужно Всё, разбиваемся Поехали Не задевайте друг друга, смотрите по сторонам, ребят Лежим с ноги на боку Ножки мы не разворачиваемся Нижнюю ногу, когда вкручиваемся Разгибаем максимально Оставляем гидроссов Коленки максимально Движение, которое мы сейчас сделали Это основное движение для того, чтобы перевернуть человека в баттерфлей гарде Независимо от ваших захватов Вот это движение, когда я лежу на боку Мои ноги максимально притянуты ко мне Стопы всё время на себе Колени широко Пальц и ног упираются в пол Я не подгибаю голову, спина шея прямая Я вкручиваюсь здесь Мой таз, моя грудь развёрнута в пол Я не сгибаю свои ноги Мои ноги прямые, мой таз высоко Я вкручиваюсь обратно Я ни в коем случае не раскатываю столбок Я стою здесь Потому что Возможно у меня не получится свип с первого раза И если я откачусь на спину Я потеряю позицию Здесь, откатился на бок Попытался снова Это одно из наших самых основных движений Следующий дрилл мы будем делать в парах Стой на колени Мои ноги внутри его ног Пальцы всё время на себя Я их не напрягаю Ножки на себя, это не требовало какой-то сильной нагрузки Мои коленки максимально широко Мои стопы прижаты к его голове Он ставит одну ногу на стопу Как неправильно Неправильно, если ваша нога берёт И вот так вот отрывается и телепортируется сюда Как правильно Моя нога прижата Она как по рельсе Перемещается в его подколенный сгиб Пальчики на себя, коленки широко Я рукой беру его за ногу И поворачиваю таз В сторону этой ноги Вот я повернулся Мои коленки максимально широко Я их ни в коем случае вот так вот не свожу Иначе он сожмёт мои ноги Здесь я просто поднимаю его на ноге Обратите внимание Эта нога никуда не отвалилась в пол Она осталась около его бедра Эта нога чётко в подколенном сгибе Не вот так, не так я начал скинуть сюда ногу На стопе Подколенном сгибе Отпускаю Он ставит ногу Важно, вот здесь важный момент Когда возвращаетесь, ни в коем случае Вы должны ставиться ноги в пол Мои колени остаются максимально широко Он ставит другую ногу Подъезжаю, хватаю Поворачиваю таз Поднимаю, просто отпускаю руку Он сам поставит ногу Ножки широко Поворачиваюсь, коленки широко Поднимаю Я все время Контролирую его бедра Мои ноги Все время прилипли к его бедру Берем партнеров себе по габаритам Ребята, без поясов обязательно берут себе партнера с поясом Цветные пояса стараются брать белых По три минуты каждый, ребята Пальцы на ногах должны быть строго на себя Колени широко Ребят, я человек буквальный Поэтому смысл Если я не говорю слово креветка на себя Куда-то по диагонали Не надо придумывать сложности там, где их нет Мои ноги внутри, колени широко Я лежу спокойно, я не сижу вот так Если вы будете сидеть вот так, у вас будет очень сильный пресс Но бороться вы от этого лучше не будете Он ставит ногу Я не делаю никаких креветок Я не делаю никаких креветок Я делаю легкое движение ногой Я беру его за ногу Я поворачиваюсь на бок, я ничего не придумываю Я не хватаю его здесь за отворот Где вот этот захват у меня увидели? Это не свип, это простое упражнение Если вы хотите побольше устать Отожмитесь, сделайте бергки Давайте их все вместе сделаем, вы очень устанете Я поворачиваю свой таз к его ноге Легкое движение Я повернулся, я на боку Я поднимаю его Я не тяну его к себе Я не толкаю его Я просто поднимаю его на своей ноге Поэтому он не заваливается лицом в пол Не падает, не стучит, не орет от боли Все, он поднял ногу Я отпускаю Он ее поменял Все просто Не создавайте себе дополнительных сложностей Борисская джиу-джису это просто Должно быть в оригинале Получается не у всех Сейчас мы перейдем к нашей первой технике Она для меня лично является основной техникой Это мой основной соревновательный слип Единственная ты хотел сказать? Да, на самом деле На последних пяти соревнованиях это почти единственный слип Не считая слипа и слипы Мы берем два захвата, ребят Один захват у нас на отвороте Мы берем его рядом с шеей Тогда мы можем загружать человека Если захват на отвороте очень низко Он прыгает в спину Я его не согну Я его ни за что в жизни не согну У меня очень сильно устанут руки, но я его не согну Захват здесь Захват на рукаве я беру вот так Я четырьмя пальцами набираю Этот кусочек ткани Большой пальец я余 внутрь не заправляю Я его оставляю сверху Здесь важный момент Ваша рука должна все время оставаться сверху его руки Тогда я могу businessman Я все время могу контролировать руку Постоянно ее убирать Ему будет очень трудно сорвать захват Как только моя рука окажется сбоку Он сорвет захват Как только моя рука окажется снизу Он легко сорвет захват Моя рука должна все время оставаться сверху Тогда она контролирует его У меня очень комфортно работать Дальше. Вот у нас два захвата, чтобы вам лучше было видно. Мы занимаем позицию на основе тех зданий, которые мы получили в упражнениях до этого. Мы ложимся на бок. Мои ноги внутри его ног, коленки максимально широко. Если мои коленки будут вот так, он на них ляжет и пройдет никак. Мои коленки максимально широко. Мой захват здесь. Дальше. Самый важный момент баттерфляя гарда в принципе работает нижней ногой. Нижняя нога просовывается и берет крючок на ноге. Вот этот крючок одна из самых важных фишек баттерфляя гарда. Он очень сильно ограничивает мобильность. Даже если он сделает бэкстеп назад, допустим, никуда он отсюда не денется. Если он отсюда будет спролить, на самом деле особо тоже никуда отсюда не денется. Вот эта нога нижняя важнее всего. Если вы просто кладете ее вовнутрь, он уберет ногу в стону, но ваша нога окажется на полу, у вас тут же пройдет вполне чем больше 5 человек. Моя нижняя нога внутри его ног, а для надежды вот такой крючок. Мой крючок не расслабленный какой-то. Он все время напряженный и все время подтягивает ее ногу ближе ко мне. Очень сильно ограничивает мобильность. Если моя нога будет расслабляться напрягаться, но какой-то момент просто ее уберет, у вас будут проблемы. Про захват я сказал. Теперь немножко больше информации об этих захватах. Вот этот захват будет очень сильно нас спасать, когда он захочет нас сложить. Если он захочет сложить плечами или руками наши колени, я вставляю свой локоть в свое колено, ничего он не сложит. Если мое колено отсюда каким-то вылетело, этот захват меня может спасти. Он пытается ко мне прижаться, я подниму свой локоть максимально вверх, отожму его от себя. Это создаст мне место для того, чтобы вернуть ногу обратно. Захват здесь контролирует руку, он все время сверху. Обычно у наличков возникает проблема именно с этим захватом. Здесь все понятно, здесь держи тени в себе. Здесь часто руки изворачиваются как только угодно. Внимательно за этим следите. Не надо брать вот так. Не надо забирать у него все кимоно вместе с кожей. Мне нужен кусочек кимоно, чтобы его контролировать. Все. Дальше. Не пытайтесь изо всех сил сжать пальцы у него на кимоно. От этого у вас удают руки. Вот у меня здесь, здесь. Я не сжимаю пальцы. У меня крючочек, которыми я контролирую. За счет этого мои руки не устают, при этом они подвижны. Как только я напрягаю свои руки, я не могу ими быстро двигать, при этом они очень сильно устают. Чем сильнее устают руки, тем хуже вы боретесь. Дальше все очень просто. Мы сейчас будем делать такую простую новичковскую версию, чтобы вам было полегче. Смотрите. Вот у нас захват. Важно. Мое колено все время смотрит ему в подмышку. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы мой колено смотрел в подмышку. То есть если даже он на нем лежит, то если я его держу на себя, то эта коленка выйдет сюда. Он вот, на моих крючках. Что мы делаем? Смотрите. Вот у нас два захвата. Мы встаем на локоть. Вам это сейчас поможет. Сейчас, чтобы вы просто привыкли делать, верхний не напрягает эту руку. Вообще пока ее не напрягает, чтобы вы адаптировались. Смотрите, что мы делаем? Мы ложимся. Когда мы ложимся, мы убираем вот эту руку и нашим кулаком заталкиваем вот эту руку ему в живот. То есть вот у нас захват. мы ложимся и наш кулак сносит эту руку ему в живот. Чик. И эта рука прижата к животу. Я не оставляю здесь в воздухе висеть. Я ее не смогу удержать. Я убираю ему руку в живот. Вторая рука. Я тяну его к себе. Важно. Я не пытаюсь прижать его к своему тазу. Я его отсюда никогда не выкину. Я вот смотрите. Вот у меня рука сгибается. Вот таким абсолютно естественным движением я притягиваю человека к себе. Одновременно с тем. Вот дальше. Второй очень важный вариант батафилиагарда. Когда я человека к себе притягиваю, я поднимаю его на этой ноге. Если я его просто привожу, а потом пытаюсь поднять, это очень тяжело. Когда я его тяну, я его поднимаю. Видите? Опорная рука ушла. Человек висит на моем крючке. Помните, какое упражнение мы делали в самом начале? Сейчас просто не падайся. Я вкручиваюсь. Важно. Видите? Мой таз выше его таза. Отсюда мне очень легко его сталкивать из себя. Если я не вернусь нормально, а там где-то вот здесь. Это очень тяжело. Не падай, ладно. Это очень тяжело будет его отсюда скинуть. У вас ноги будут уставать и так далее. Как только я вкручиваюсь. Легкий пинок. Человек падает. Механика такова. Смотрите. Чтобы перевинуть человека в батафилиагарде, мне нужно сделать несколько простых вещей. У меня есть захваты, которые ограничат его мобильность. Он не сможет от меня уйти. Я забираю его опорную руку. Но если я просто заберу опорную руку и с ним ничего не сделаю, как видите, он нормально себя чувствует. Поэтому я забираю опорную руку и привожу его в ситуацию, когда ему нужно ей воспользоваться, но он не сможет. Я его поднимаю. Если бы здесь у него была опорная рука, вот я сейчас включу, ему все хорошо, все нормально. Но мы ее контролируем. Наш таз выше человека. Поэтому мы его сталкиваем вниз. Сталкивать вниз всегда легче, чем толкать вверх. Он плотно приезжает ко мне руками. Я не ползу на него. Я делаю легкое движение ногой. Я стараюсь ставить минимум сил. Чик! Человек падает. Я иду дальше сюда. Мы сейчас не будем заманчивать над концовкой. Наша задача просто пока что оказалось сверху. Все остальное будет дальше. Ножки внутри его ног. Нижняя нога берет крючок на его ноге. Рука контролирует зад ворот около шеи. Рука контролирует рукав за край. Наш тулак все время сверху. Мы стоим на локоть. Он поможет вам создать начальную энергию. Он сейчас не напрягает эту руку. Я ложусь обратно. Своей рукой выстреливаю. И его руку прижимаю к его животу. Чик! Руками верхний руку на себя. Поднимаю его на ноге. Чик! Дальше я не пытаюсь его переводить отсюда. Я вкручиваюсь. Толкаю. Я сверху. Я могу сюда заползти и так далее. Мы сейчас не придумываем себе сложности. Не надо пытаться человека руками от себя выкинуть. То есть приезжали сюда, начинаете ложиться и вот туда его выкидывать. Он найдет чего бьется, поверьте, когда человек не хочет падать. Он очень многое готов сделать. Все, отсюда вы его не затверли. Даже если вы вкрутитесь, я очень устану. Я прижимаю человек к себе. Он плотно движет ко мне. Он потит на моей ноге. Вот это движение, когда я тяну и поднимаю, очень легкое. Когда я просто тяну, а потом пытаюсь поднять, очень тяжело. Вкрутился, таз выше. Легким движением ноги толкаю. Иду за ним. Мы стоим на локоть для того, чтобы вам сейчас было легче выстреливать руку ему в живот. Обязательно здесь Майл Кастер сверху его руки. Я не контролирую его руки. Я контролирую его руку. Пальчики на себя, коленки широко. Я начинаю делать вот так. Хороший подарок я сделал. Мои ноги максимально широко. Нижний крючок. Про нижний крючок, ребят. Не надо в какой момент мне убрать нижний крючок. Он сам убирается, когда вы отсюда человека поднимете. Все. Он сам отсюда уберется. Эта нога уйдет вверх, крючок отвалится. Уберется нога в пол. Не выпрямляйте эту ногу. Вы не сможете здесь вот так впутиться такой ногой. Максимально согните. Понятно? Давай пробовать, ребят. Разбирайся по ходу дела. Разбирайся по ходу дела. Работаем по тайгу, ребят. Меняемся по команде. Зами меняться не надо. Это просто акворт. Ребят, еще раз по правилам. Без которых butterfly guard работать в реальности не будет. Если вы будете лежать на спине, он работать не будет. Как минимум, что я отсюда не могу от него дотянуться. Как только я лежу здесь. Вот я могу от человека дотянуться свободно. Когда я лежу на спине, у меня все конечности короткие. То есть я вот, наверное. Как только я здесь, все. Мои конечности могут работать. То же самое с ногами. Я его не могу здесь поднять. Здесь вот я вот. А то я на мой спокойно могу приподнять. Про захват, строго на боку, а это не на боку, почему он толкнет меня в плечо, все, здесь он меня толкнет в плечо, ничего не происходит, я лежу надежно, захват, я не беру захват здесь, потому что он выпрямит спину, ничего я с ним не сделаю, так, подальше, я беру захват здесь, даже если он выпрямит спину, я его все равно согну, Мое колено не упирается в него, я не хочу насадить его на свое колено, я раскрываю свои ноги широко, колено уходит в подмышку, вот, нижний крючок, ребят, вы не сможете держать крючок снизу, он легко берет ногу, да, крючок сверху, здесь, я беру, и вот, моя рука касается в руки, я не оттягиваю здесь ткань, она касается в руки, мы начинаем сейчас делать с детского варианта, вот, он детский, но он, в принципе, абсолютно рабочий, то есть вы можете здесь с человеком бороться, встать, убрать его руку, поднять, перевернуть, когда я переворачиваю, у меня одна нога не болтается в воздухе, не уезжает туда, я упираюсь на бой в пол, вкручиваюсь, толкаю, и я следую за человеком, я обязательно за ним следую, я не остаюсь валяться рядом с ним, я иду за ним. Дальше мы поделаем вариант такой, более реалистичный, почему мы работаем с этим захватом, потому что этот захват остается у нас после гардпула, мы взяли рукав от ворот, мы запулили гард, оказались в этой позиции, большинство моих соревнований для схваток начинаются именно так, я окажусь действием с захватом, человек опускается низко, чтобы как будто контролировать мои ноги, загрузить их и так далее, ну да, пока ничего не хватает, пока нет. Обычно он все-таки упирается другой в пол, но поскольку какую-то явную угрозу он здесь не чувствует, с этого захвата может быть миллион движений, какую-то явную угрозу человек отсюда не чувствует, ну захват и захват, позиции и позиции, страшного ничего нет. Поэтому отсюда очень удобно свиповать, человек не защищается от именно вашего свипа, он ждет вашей атаки. Этот свип быстрый, он не требует длительной подготовки, поэтому он очень хорошо работает, особенно в начале схватки. Как убрать вес с этой руки? Можно там его оборочить, как угодно, я делаю много проще. Вот смотрите, можешь лицо отвесить, вот всем видом. Вот смотрите, у меня захват. Сейчас мое запястье развеемто так, оно тянет. Я разворачиваю свое запястье в него кулаком, ему в плечо, я не буду толкать его кимоно, я буду толкать его в корпус. Я разворачиваю в него и чуть-чуть толкаю его плечо назад, вес этой руки снимется. То есть я лежу здесь, а пум, вес снялся и я вворачиваю руку ему в живот, притягиваю его к себе. Все, коротенькое движение, у меня все готово. Я лежу на боку, я уже заряжен для свипа. Нога с крючка, в которой была, переместилась в пол, она согнутая. Я вкручиваюсь, толкаю, иду за ним. Этот захват можно оставлять здесь, отжимать человеку лицо. Когда оказываетесь здесь, с корешки сжимать. Еще раз, ничего не изменилось. Одной тонкости. Мы лежим на боку, крючок нижней ногой. Верхняя нога у него под тазом, пальчики на себя. Если пальцы будут расслаблены, поднимать человека будет тяжело. Я взял захват здесь, здесь. У него ручка стоит на полу, он не ставит пока в нее весь свой вес. Вот, он просто ставит. Я разворачиваю свое запястье в него. Мои костяшки в него упираются. Я делаю толчок, я не бью человека со всей дурой. Я не делаю какой-то замах. Все, бум. Вот, и видите, его рука в этом чуть-чуть отрывается. Все. Он плотно прижат ко мне. Крутиться, толкнуть. Я здесь. Два балла свои я забрал. Дальше уже мы будем работать по-другому. Можно много что делать. Но главное, свип мы получили, мы работаем сверху. Еще раз. Мы ни в коем случае не толкаем его кимоно. Мы должны, вот, почувствовать человека. Легкий толчок. Тут же рука идет сюда. Я его тяну к себе, поднимаю на ноге. Пальчики на себя, я лежу на облаку. Ножка упирается в пол, но сомненько. Я вкручиваюсь, толкаю и иду сюда. Этим вольтем могу отжимать ему голову. Польные, ребят, поехали. Цветные пояса берут белые. Мы сейчас не задаем вопросы. Мы делаем еще одно упражнение, потому что оно почти ничем не отвечает со всего того, что мы делаем. Позиция абсолютно такая же. Мы, ребята, мы лежим на боку. Наши коленки широко. Если моя коленка будет здесь лежать, он просто на него ляжет. Ни на каком свипере ищить идти не может. Нам придется восстанавливать гад. Дальше. Моя верхняя нога, ребят, под его тазом. Моя верхняя нога не цепляет его ноги. Моя верхняя нога будет его поднимать. Еще раз напоминаю. Для того, чтобы нам сделать свип, нам нужно вот у нас два захвата, чтобы он от нас не ушел. Они ограничивают движение. Мы выбираем опорную руку, поднимаем его. Вот. Ему нужна опорная рука, но мы ее забрали, он пользуется не может. Мы вкручиваемся, у нас таз выше, чем его таз. Мы толкаем. И ни в коем случае мы не ложимся вот так. Потому что он обратно встает. И никаких двух баллов нет, ребят, вы ничего не заработали. Обязательно вы должны человека переворачивать и находиться сверху. Возможно, вы потом опять впадете, но хотя бы два балла вы заработаете. Сейчас мы добавим еще один элемент. Часто, когда я боюсь, люди вспоминают. Так, надо контролировать ноги. И упираются этой рукой мне в штанину, собираясь от меня оттягиваться. Да, то есть вот они собираются от меня оттягиваться. Что я делаю? Захват так же, я лежу на боку. Я снимаю крючок нижней ногой. Все посмотрите внимательно на мою нижнюю ногу. Прям встаньте и посмотрите. Ты что, ты что почувствуешь, что-то. Просто злое понимание. Идите, идите, смотрите, потом у вас все поднаживаются проблемы. Вот у меня крючок рабочий. Нога опущена, как засов. Крючок работает. Пальчик на себя, контролирую ногу. Я поднимаю пальчики, крючок перестает существовать. Все. Не придумывайте, не надо никаких сложных движений, каких-то крючений, пятки, каких-то съемок пятки. Пальчики повернул. Есть крючок. Повернул в другую сторону, нет крючка. Вот так вот он работает. Не надо там шевелить ногу, здесь четко пожиться. Чик-чик. Вот так вот работает крючок. Я снимаю крючок, тяну его к себе, выпрямляю свою ногу нижнюю, а рукой толкаю или вперед. Вот его рукой толкаю вперед, ногу выпрямляю. Бум. Здесь я могу не вкручиться на нижнюю ногу, потому что очень сильная инерция. Я просто вот иду за ним. Обязательно встань. Мы здесь. Он уперся нам в ногу, он может в нее достаточно хорошо упереться, ничего страшного. Снимаем крючок, ногу резко выпрямляем между его ног, руками тянем к себе, своей рукой. Наша рука сверху его руки, контролируем его руку. Он плотно прижат ко мне, он поднят на моей ноге. Я могу сонуть эту ногу, если мне нужно крутиться. Крутиться? Пойди сюда. Я снова забрал свои два балла. Поехали, ребят. Я бегу вот так вот сюда, я уже с два захода. Это да, с ногами. Так, и с ногами уже мне очень страшно. Противец, он реально тоже, он думает все время балансов в стойке, а мне просто страшно. И потом я вот сюда, а он садится на колени, оттунется, все. И здесь вот, если мы сели, я поднялся, рука уходит вовнутрь. О, глядя. Он боится садиться, а я падаю на колени, потому что мне страшно. Но в общем, очень страшно. Да, но в принципе работает на обретном страхе. Если он думает, что я сейчас вот это вот, сейчас, пальцы, а я... Я так в орле помнишь, в финале сделал тоже. Так, теперь, ребята, вы можете задать свои вопросы по поводу того, что мы делали. Именно по этим техникам. Ни по болевым, ни по удушающим, именно по этому свипу. У кого есть какие вопросы? Поднимаем руку, задаем. Я не поделал. Так, после перевороты верхний отстает очень часто, не садится наш красивый сверху. Это связано с тем, что ставите ногу, вот эту ногу на колено. Вы открутились, у вас здесь энергия, и вместо того, чтобы пойти дальше, просто перенести задницу, и не ставить эту ногу на колено, вы что делаете? Вы откручиваетесь, и всю эту ногу, которая у вас тачена туда, влюхнуете вот сюда, и оказываетесь здесь. Вот, на ноге, вот, на занятие переваливается, и вот, я иду за человеком, ищу только энергии. То есть здесь нет секретных схлопников? Нет, нет, вообще нет, я был захлопник. Делал все вот это на «не». Вы открутились, я только вы поставили колено, все, вас обратно утащила. Вкрутился, пошел дальше, вот, меня сюда переведет, я пойду за человеком. Все проблемы обычно, в этой ноге. Еще вопросы? Как залезть в этот положение? Я... Я из этого положения гарт в пулю. Я беру вот стойки, я ссу, даже, я очень боюсь, вот, стойки, я ссу, даже, но беру два захвата, вот так вот, перетапкиваюсь на ножках, и просто прыгаю вот сюда. Человек садится на колено, потому что ему в этой позиции неудобно. Все, вот я в этой позиции оказался. И тут ты засовываешь. Я обычно сейпую сразу же. Там же все засовываю. Я обычно сейпую сразу же. Крючок я засовываю. Если я понимаю, что он спорил сейчас бой, я чик, крючок засунул. Все, и дальше начинаю работать на слип. А если он встает? А, сейчас вставай, я вставай. Вставай. Вообще. Это для того же, для тех же, кто не боится. Типа не хочешь вставать на колени, кто, типа, смелый, сейчас на ногах постою, сейчас как-то вставай. Я пулю, вот, я беру пулю, он стоит на ногах. Здесь место полное. Видите, я лежу на боку, не на спине. Одна нога сильная. Готово. Нет, секретная техника будет потом. Сейчас мы выйдем на, типа, самый сильный батерфляй-фип, который чаще всего работает, если противник даже, очень сильно оседает вниз, если он сопротивляется, если он тяжелый. С тяжелого человека, очень тяжело работает с этого захвата. Он большой, тяжелый, я с ним ничего сделать не могу. Поэтому нужно переходить на более сильный захват. Это либо андерхук, потому что здесь я прям с его занятия снимаю слипа. Так же он, по тем же причинам. Мы сейчас начнем работать с андерхук, а потом их попроще. Мы здесь. Сразу говорю. Вы никогда не сделаете вот так. Вам никто этого не даст. Самое минимальное, что делать, вам просто отожмут лицо в полное. И надо было, что он начинает засовывать сюда руку вот так, он просто ее перекрывает. Да, просто рука закружает. Да, все. Поэтому. Что мы делаем? Во-первых, нам нужно сначала подтащить свой корпус к нему. Мы не сможем заправить захват, если мы далеко от человека. Что мы делаем? Вот этот захват, видите? Съезжая на чуть-чуть, чтобы я мог вот этой рукой перехватиться. Хватаюсь, тяну вниз, подтягиваюсь. А вот эта рука локтем идет с подмышкой. Никогда не заправляйте вот так. Это очень слабое заправление. Я заправляю с ногтя. Видите, у меня сюда локоть зашел? Попытайтесь загружать вот эту руку. Не загружается. А если сюда зашел локоть, сюда зашла вся рука. Я беру захватик за пояс. Как только я взял за пояс, я отпускаю вот этот ворот, он мне не нужен. Он может выпрямиться здесь. Я сажусь, вот мои ножки внутри, я сажусь. У меня очень хороший захват. Дальше. Очень важно правильно работать спиной. Если вы здесь согнулись вот так вот, он просто загружает вас вниз, все, ни о ком сидит, лишний не идет. Моя спина прямая, моя шея прямая. Ни в коем случае не сгибайте вот так вот в башку. Все, я к нему прямой, я его прижимаю здесь. Дальше мне нужно у него забрать опорную руку. Здесь, давайте сразу покажу два хороших способа, я их забираю. Первый, я беру чик, видите, глубоко так захватил. И чик, 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 червячком вот так вот локтем пробираюсь, локтем утаскиваю его локоть. Это первый способ. Еще раз. С моей рука забирают прям весь его локоть. Я беру вот так вот глубоко сразу же. И чик у меня туда рука заезжает. Я на главную локоть потаскиваю под себя. Второй способ. Моя рука согнута. Я локтем добираюсь до его запястья. Чик. Очищаю его запястья. Дальше. Я ложусь на бок. Прямо с его забойной рукой я ложусь. Когда я ложусь, я поднимаю человека на ноге. Вкручиваюсь нижней ногой. Мой таз высоко. Я толкаю этой ногой. И здесь я просто отпускаю полос и перевожу руку на плечо. Чик. Все. Я могу контролировать его здесь. Кто знает, что такое неслайс. Можно вот отсюда же сразу же идти на неслайс. Кто не знает, просто залезать наверх. Мы не будем сейчас концовками заниматься. Надо будет ситуация. Еще раз смотри. Вот мы оказались в этой позиции после нашего шикарного гарт-пула. Человек осел. Он не хочет липоваться. Мы его сюда вытащить не можем. Приспускаем. Чуть-чуть. Не надо спускать вот сюда. Нам нужно вот столько. Дальчик. Тянем. Смотрите, я на боку. Я ни в коем случае не разваляюсь к нему грудью. Я не заправлю ему андрюк, если будет зон к нему грудью. Вот я встаю. На боку. Вот у меня локоть сюда заходит. Чихотая пить на локоть. Там, где локоть, там вся рука. Хватит за пояс. Все. Я сажусь. Я могу опередиться над рукой, вот здесь. Если он выпрямляет. Если он ложится, например, на меня. Или есть люди, которые любят на меня лечь. Все. Я здесь просто еще опорную руку переворачиваю. Каждый раз, когда я ложусь. Не важно, там, всего рукой без. Я все время поднимаю его на ноге. Я обязательно поднимаю на ноге. Я не просто ложусь с ним вот так. Вы здесь задолбаетесь его поднимать. Это очень тяжело. Придется откатывать обратно. Обратно ложиться. Вот за счет вот этого моменты, когда я уложу в себя кучу энергии, чтобы его поднять. Это не требует сил. Обратите внимание на эту руку. Она не болтается вот так. Она прижата. Вкрутился. Мой таз выше. Толкаюсь. Могу пойти сюда. Вот я сверху ничего скажу. Кто знает, что такое не слайс, могу сразу в не слайс идти. Заказываться здесь. Ваша задача сейчас после человека перевернуть и быть сверху. Поняли? Поехали, ребята. Где мой пенсионер? ДИНАМОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Окей, то же самое. Сейчас пока не задаем вопросы. Сейчас мы сменим захват с андерхука на оверхук. Но! С самого первого приема пока что в конце переворота не променялся. Мы ограничиваем передвижение. Забираем опорную руку. Поднимаем человека. Вкручиваемся, чтобы у нас таз был выше. Переворачиваем. Хрючок мы держим, пока не начнем его поднимать. Иначе человек будет от вас легко уходить. Дальше, ребят, смотрите. Вот здесь у меня плотный захват. Я чуть-чуть приспустил, взялся. Здесь все плотно. Если до этого я входил... Локтем он важен. Если вы лежите на спине, вам локтем сюда пойти почти нереально. Я лежу с тобой на боку. Вот. Вот я здесь. Вот. Я на боку, мне удобно заходить. Сейчас мы сменим этот захват на оверх. Захват сверху. Чем он удобен? Тем, что не надо заморачиваться. Вы берете. Чик. Взяли. Отбили почки. Да, да, да. Вот даже жесткая соревновательная джиу-джитс. На самом деле, рянется в ситуациях, что когда человек хочет на меня лезть, на пустику, то мне очень удобно засовывать андерхук. Он сам ко мне идет. Мне не нужно мучиться. Когда человек наоборот хочет от меня оттянуться, я притягиваю его. Вот я его ограничиваю, чтобы он от меня не уходил. Разницы в исполнении? Нет, войне. Дальше. Вот я взял захват, ребят. Не лежите, не пытайтесь человеку притянуть к себе. Вам сил не хватит. То есть, если он захочет выпрямиться, а я захочу его притянуть к себе, он окажется все-таки сильнее. Я встаю за ним. Вот, все. Я встаю за ним. Здесь у меня все хорошо. Я близко к нему. Бывают люди, которые иногда прячут свою руку. Ну, вот они, типа, да, что я ее не убрал. То есть, чтобы я ее не схватил, они ее убирают подальше и так далее. Что я делаю? Очень интересно. Да, я дергаю человека вперед. Он все-таки либо ударится лицом о пол, либо выставит руку. Вот, я сижу, вот, я просто, смотри, дергаю рукой вперед. Да, он выставит руку, либо сейчас вот второй раз почти... Да, он выставит руку, да, он выставит руку, да, первый ряд. Да, вы поняли, я первый ряд. Будет вот так вот. Пум. Человек просто ударится лицом о пол, в принципе, если раз... Если вам два пала жалко, то это вариант. На улице нормальный вариант. Да, басвальт плюс. Если вы его раз 20 так стуките, наверное, может быть нокаут. Сурификация. Да, я после его дергаю, он выставляет свою руку, все, я тут начинаю с ней бороться. Когда я стою на своей ладони, не надо стоять на локте. Это бесполезно. Это вы почти, что лежите, поэтому... Это очень неудобно. Здесь. Пу. Вот и тяну. Забрал под себя. Я ложусь, поднимаю на ноге. А вот и внимание на эту руку. Она не просто здесь лежит для красоты. Она его тянет. Видите, я его приподнимаю. Вкручиваюсь, толкаю ногой, убираю руку отсюда. Все, переворачиваю сюда над концовкой. Мы сейчас не заморачиваемся. Мы уйдем сюда человека переворачивать. Вот. Мы здесь. Два балла. В прошлый раз тянули за локтой, и это тянем за пояс. Ничего страшного. Нет, мы бы раз тянули за пояс вот здесь. В смысле, когда... А, нет, мы тоже самое здесь. Я перехватился. Чик. Все, я отпускаю от локтой. Только я здесь взялся, он мне нужен. Иначе я буду стоять на локте. Все, я его контролирую. Мой локоть опущен. Я не даю ему уйти. Я встану эту руку. Мне так удобно его преследовать. Забираю ему ручку. Напоминаю, будет два способа. Первый. Чик, 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 чик. Обворнули его локтой, утащили. Второй. Своим запястьем. Забираю. Тяну вверх, вложусь на бок, поднимаю. Вкручиваю мой таз выше. Толкаю ногой. Ручку в крайний момент убираю. Упираюсь ей в пол. Не важно, я просто сверху оказался. Два балла получил. Дальше я отсюда просто встать на ноги не могу. Снова бороться. Я сверху, я выиграл два балла. Ребят, приучите себя лежать на боку. Вот это не на боку. Вообще ни разу, когда вот так вот. Вот, строго на боку. Коленки широко. Здесь. Спустились. Сильно тяну. За счет этой энергии я немножко встаю. Чик. Беру, закрываю. Встаю на свою руку. Забираю. Смотрите, я забрал. Убираю локоть, я ложусь и поднимаю. Потяну, рукой тяну. Вкручиваюсь. Толкаю. Ручки широко. Не сгибайте их. Я здесь. Баллы у меня есть. Поехали. Сейчас последний свит. И дальше мы немножко поразвлекаемся, чтобы расслабить мозги. Собираемся, собираемся. Очень классный свит. Неожиданно, но очень приятный. А мне приятно будет. Скорее всего, да. Тихо, блядь. Если не будешь жить куда-то попало выставлять, то будет приятно. Точно просыпать, говори. Вы сразу скажи, куда надо. Ничего не делай. Просто смотри. Куда убрать. Вот мы передали. Мы взяли захват. И люди часто отставляют вот эту ногу и оседают назад. Чтобы мы их не подняли. Чтобы мы здесь замучились его поднимать. Что важно. Если вы здесь не будете тянуть, человек, в принципе, и напрягаться не будет. Он не будет оседать назад. Когда я его не тяну, ему и так комфортно сидеть. Как только я его начинаю на тягу, начинаю грузить задницей назад. Чтобы начинать тянуться назад, я тяну его вперед. Такой ты не толкай. Так сейчас будет, я понял. А, что мы можем здесь? Мы можем раз его потянули, два его потянули. Дальше. Рука здесь. Видите, моя рука перекивает его руку. Своей рукой я лечу ему под ногу. Важно, не хватает его за ногу. Я вообще не хватаю вот этой рукой. Я просто ее уношу сюда максимально. Подмогу здесь локти сорвать максимум. Ничего не хватает. Я поворачиваю сбоку на бок. Когда я ложусь, я поднимаю его на этой ноге. То есть я вот раз потянула назад тянется, два. Я ухожу сюда, поднимаю на ноге. Переворачиваю сюда. Обратите внимание на эту ногу. Я ее просто уложу вот сюда. Готово. Сначала стандартное. Передали, встали. Он понимает, что сейчас полетит, вставляет ногу, опускает таз. Дальше это рука, понимаете? Мы его раз потянули. Раз потянули, а он тянется вниз. Если он не будет тянуться вниз, у вас не получится. Дальше. Моя рука улетает его под ногу. Я поворачиваюсь на другую боку и поднимаю его на ноге. Поднимаю на ноге, видите? Этот нога остается внутри. Я ее тяну к себе. Сам я заворачиваюсь на него. Готово, я у человека в своем контроле. Если вы борьтесь по правилам грэплинга, ОВВ, то вы еще три балла за это получите. Последний у вас флип из запланированных. Чик, передали. Схватили. Отставляет ногу. Я стою на своей руке, тяну раз. Не получается. Улетаю. Ноги поднимаю. Пункт. Убираю. Готов. Поехали. 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 Мы посмотрели несколько достаточно однообразных скучных опций. Первое, это когда мы прижимаем руку к животу, прижимаем к себе, поднимаем на ноге, второе, когда нога уходит туда, мы его переворачиваем, дальше две, когда мы забираем андерхук, переворачиваем, оверхук, переворачиваем, все работает одинаково, и когда мы уходим в другую сторону. Здесь что важно, если вы залезете сначала сюда, потом пытаетесь человека перегнуть, у вас ничего не получится. Я загрузил, я раз качнул, да, убери ручку. У Тёмы просто больная рука, не надо руку с вами сюда убирать, у Тёмы просто болит плечо. Я его раз качнул, чтобы он проиграл, два качнул, и я туда весь влетаю, а не залезаю туда и не пытаюсь внизу его развернуть. Сейчас будет ручка с абателлерием, сейчас вы будете доказывать, кто из вас самый сильный, главный вообще, настоящий мужчина. Задача, мы работаем по заданию 3 по 3 минуты, задача перевернуть верхнего приема из батарефляга, любым, из-за того, что мы переделали. Мы ориентируемся на его реакцию. Если мы начинаем, то мы начинаем отсюда. Он руку упрямлен на ногу, полетел. Оставляет сильную руку, мы не можем ничего с ней сделать. Встаем, взяли, забрали ручку. Отставляет ножку, да, сюда полетел. Мы не работаем со 100% сопротивлением. Сопротивление это 50-60% от верхнего, мы учимся. Если у нижнего не получается, сопротивление убавляем. Получается хорошо, даем сопротивление. Мы не встаем на ноги, но мы можем защищаться от захвата. Мы можем садиться пониже, мы можем его отталкивать, заставляя его забирать захваты. Наша задача человека переворачивать. Если у вас хорошо получается один способ, пробуйте другие. Все эти способы очень хорошо комбинируются между собой. Задание понятно. Сейчас другу немножко помочь ему и посмотрим, как можно атаковать из бетрифляга. Там все тоже однообразно, просто и скучно. Поехали, встаем в пары. Во-принципе, что вы хотели за такие деньги? А за какие, кстати? Именно так. Начнем мы с этой позиции. Часто мы, когда берем захватчик, понимаем, что я что-то буду делать с этой рукой и очень сильно упираются ей в пол. Обычно, да, обычно, нет, обычно, наоборот, люди чуть-чуть крючем назад пойдут, да, и начнут оттягиваться. В таком случае почти нереально загнать вот эту руку ему в живот. Ну, либо надо быть очень сильным и резким парнем, я не такой. Что я здесь делаю? Смотрите внимательно. Я лежу на боку. Я начинаю разгибаться в спине, тянуть этой рукой. Важно, я ни в коем случае не засовываю свое колено вот туда. Свое колено я просто поднимаю вверх. То есть я снимаю крючок, вот, я снял крючок, поднял колено вверх, оно выйдет сюда в таз. Я начинаю тянуть. Я тяну, пум, дерну. Хватаю вторую руку. Видите, вот здесь появляется кимоно. Дальше, самое важное, я передаю через голову. Я тяну к своей голове. Попытайся выпрыгнуться. Нет. Попытайся, если я тяну через живот, выпрыгивайся. Да, все, вы потеряли человека. Я передаю через голову, поворачиваюсь на другой бок. Нижняя нога не падает, пока не падает. Я нижней ногой тут же хватаю крюк. Я верхнюю проберу отворот, нижнюю перехватываю, контролирую его локоть. Обычно я беру локоть сбоку, заткать. Я своей грудью гружу его плечи. Я начинаю вылить ему спину, таз. Вот, я гружу его плечи. Если он лежит вот так, как сейчас, это еще удобнее. Крючок нижней ногой, я достаю верхнюю ногу. И в коем случае, я никуда не складываю, она стоит на стопе, я коренька смогу вверх. Я отставляю ногу в сторону. И в пустое место стягиваю. Здесь тяну, локоть толкаю вперед. Я здесь. Крючок нижней ноги остается. Беру захваты, заправляю ножку. Раз. Если он подтягивает колено к груди, я снимаю крюк. И крещу свои ноги за его тазом. Мои ноги максимально согнуты. Я их не упрямляю, они согнуты. Они не вот здесь где-то скрещены. Они фиксируют его верхнюю ягодицу. Я сжимаю колени, прижимаюсь к нему. Поддаю свой таз вперед. Я его и стягиваю. Заправляю ножку. Я получил 4 балла. Дальше мы отсюда. Можно делать болевые, удушающие и так далее. Если вы хотите узнать, как лучше таковать спину, покупайте бренже FX Premium. Смотрите, да нахер. Вот мы здесь. Он очень сильно уперся рукой в пол. Мы понимаем, что мы его не вытянем. Живот не уберем. Я разгибаюсь. Позвоночники. Важно, я ни в коем случае не выражусь по-канадски. Я меняю сторону сбоку на бок. И я не дерну, перехватился и начал работать дальше. Я работаю не остынно. То есть я пум, тут же перехватился через голову. Видите? Вот эту ногу я не засунул под него куда-то, вот сюда. Каленка вышла здесь, вот этой ногой. Я через голову передаю. Он не может выпиться, пытайся выкинуться. Я очень сильно двумя руками его тянул, он не может выпиться. Я передаю, тут же хватаю. Смещаюсь в бок. Нижней ногой тут же крючок. За отворот, здесь отпускаю, беру за локоть. Я обычно беру за ткань сбоку. Плотно гружу его здесь, достаю верхнюю ногу. Вот такая позиция, она очень хороша для меня. Отставляю ногу в сторону, ручками на себя. Локоток вперед. Я сбоку, я ни в коем случае не затаскиваю его куда-то на себя. Я сбоку по отношению к нему. Взяли захватки за отвороты, закинули ножку раз. Сейчас, если он подтягивает ножку к груди, я крещу. Мое колено сжимает его ягодицу. Я прижат к нему. Я не сжимаюсь от него ни в кое-что, я просто подрываю свой таз вперед. Растягиваю, заправляю верхнюю ложку. Получаю 4 балла. Еще раз смотрим. Вот мы здесь. Он уперся рукой. Я сгибаюсь. Крючок я снимаю, коленка у меня поднимается. Я только снял крючок, я могу поднять коленку. Видите, я его делаю очень сильно. Двумя руками его тяну. Через голову. Поворачиваюсь на бок. Если он так бы завалился, я все понял. Здесь я забираю. Тяну сразу. Обычно люди будут вставать, поэтому я переделаю крючок нижней ногой. Обязательно пальчики на себя. Обязательно ножку чуть выпрямляю, чтобы натягивать. Я гружу его плечик, контролирую отворот, локоть. Отставляю ногу назад. Остается в пустое место. Я его таз кладу в пустое место. Чик. Крючок остается, нога прямая. В любом случае не сгибаюсь. Сомнительной ноги очень легко снять. Прямо тяжело. Закидываю. 4 балла мои. Начну подтягивать колену. Снимаю хрук. Крючу ноги. Растягиваю. Закидываю. Когда тяну нижнюю колену, ни в коем случае туда не засовываю. Наоборот, я его поднимаю. Тяну через голову. Крючок. Захваты. Стягиваю. Я сам на боку. Он тоже лежит на боку. Давайте, поехали. В тех же парах. Секретная техника от Планкова. Кто-то жил. Секретная техника. Вот, значит, смешно, если она у меня не получится. В принципе, надо. Наши выхланили за такие деньги. Это идеально. Надо будет. На любой слух. А кому прислали? На ухо. Чего приперли, да? Вот. Отреваю таз от земли. Поворачиваю в другую сторону. Жанной. Жанной. Жанной свип. Яйчик. Если он будет упираться. Ну, в принципе, я сразу же делаю. Я сразу же перехватываюсь. Встаю сюда. Дальше могу работать. Начали отсюда. Крючок жесткий. Заправлен. Берем за второй рукав. Достаем ножку. Вот, поставили сначала стопой на бедро. Дальше мы его контролируем, чтобы он не ушел. При этом руки мы на себя его вытягивать не будем. Опускаем нашу ногу себе на пятку. Кто-то говорит, что надо бить. Я не бью. Я просто опускаю. И что я делаю дальше? Я делаю сильное движение. Я поднимаю свои колени. Головой упираюсь в пол. Оттаз я поднимаю максимально высоко. Вот я здесь. Вот я натягиваюсь. Мост? Да. Обязательно. Таз максимально высоко. Я продолжаю поворачиваю свои колени. Его руки я контролирую. Чик. Иногда люди при контроле рук успевают встать на локоть. Перехватываюсь. Я здесь. Вот начали отсюда. Мы сюда попали. Хватаемся. Можем сразу же ножку сюда вести. Можем поставить. Как вам удобнее. Я ставлю именно еще свою стопу. Мещо колено внутри, снаружи. Нет, обязательно. Она вообще уходит сюда. То есть мне нужно сжать свою ногу. Иногда бывает, что он сидит на моей стопе. Тогда я просто ставлю ногу рядом в пол. Поднимаю, сжимаю колени. Сношу его в сторону. Обязательно движение. Можем обратно не рваться. Движение. Вот оно. Видите? Жатый колени. Таз. Я держу руку. Я поворачиваюсь в другую сторону. Я сразу же могу перехватываться. Вот. Вставим на руку. Иду сюда. Еще раз. Взяли. Два рукава. Поставили. Идем. Убираем ножку. Ставим свои пятки. Сжимаем колени. Голова в пол обязательно. Колени сжаты. Поворачиваем свой таз в другую сторону. Видите? Колени все еще сжаты. Перехватываемся. Выдергиваем. Встаем. Вот мы здесь. Давайте пробовать. Вообще для всех, кто боится, что все забудет, сразу скажу, на BGFX будет выложена полная версия семинара в открытый доступ. Вы сможете показать родственникам тогда, чтобы они его посочувствовали. Сами все вспомните. Посмотрите, как друзья притратили время в свое воскресенье. Ага. За такие деньги. Можно было и приехать. По проездам и все. Окей. Сначала все то же самое. Мы контролируем. Перехватываемся. Сейчас просто прыжу, что ты рукой в пол. Нет. Я начинаю делать. Я не контролируем, лучше попрямиться рукой в пол. Отпускаю эту руку. Поворачиваюсь на другой бок. Да, я больше еще не убираю. Обратите внимание, я сразу же взял крючок на его ноге. Чтобы он от меня никуда не делался. Здесь раз кимура. Дальше. Я могу оставить его. Раз кимура. Убрать ее сюда. Сюда встать. Готов. Буду забирать ему отсюда спину. Тогда прямо прижимайте в руку. Когда баллы важнее сабмишина. Да, когда баллы важнее сабмишина. Всегда. Вот, правильно. Борцы по баллам заговорили. Вот, прижимаю его к себе. Да, разворачиваю. Буду закидывать доску дальше. Ну, или людей с больными плечами, они там постучат от этого. Еще раз скажу. Второй вариант секретной техники. Вот, мы начали отсюда. Взяли. Смотрите, у меня жесткий крючок. Нога ставится прямо на крючок. Она ставится, я иду головой в пол, жимаю колени, поднимаю. Вот я руку не секонтролирую, а он ее выстрелит. Я отпускаю вторую руку. Заполяю на кимура. Кто хочет знать, как хорошо делать кимура, покупайте бронжевый спринг, а лист, да нафер кимура. Восемь часов. Восемь часов кимура. Девять, кстати. Беру захват. Поворачиваюсь на другой бок, на спине не остаюсь. Обязательно ищу крючок своей нижней ножкой. Могу сделать кимуру. Беру, я ставлю себя быть на боку. Видите, отпускаю, прижимаю руку к его телу, тут же стою за ним. Он может его вытащить сюда, отлично. Это никак не помешает мне заклакивать спину. Я окажусь у него за спиной. Отсюда мы будем его душить и так далее. Покупайте на БРЖФХ. Покупайте на БРЖФХ способия, как душить и ломать людей. Ломать. Как вам секретная техника? Кимура-то? Да, кимура. Ты бы еще рислок показал. Тост от Панкова. Заключительный тост от Панкова. Я сегодня показал базовую работу в Патерпляй-Гарде. Она не сложная, она вся взаимосвязана друг с другом. Она достаточно надежна, она не требует большой физической силы, она не требует сверхкоординации, она не требует сложных захватов и так далее. Она достаточно удобна, достаточно универсальна. Я надеюсь, вы сегодня хоть что-то запомнили. Если не запомнить, то мы выложим на БРЖФХ полную запись семинара, вы сможете повторить. Я надеюсь, что вам понравилось, вы нашли эту технику прикольной, интересной, эффективной. Давайте сразу. Хотите семинар по аналоги Батерпляй-Гарду? Хотите? Да. Все, тогда мы совместно... А где же эта фраза? Но это будет стоить столько-то. Зрелось. Да, да, да. Совместно с лучшим пабликом БРЖФХ России, с пабликом БРЖФХ мы организуем семинар по аналоги. Он будет менее напряжен, потому что в ноги технику еще меньше, чем в ноги, там захватов нет. Все то же самое, но без захватов. Да, все то же самое, но без захватов, да. Поэтому обязательно приходите. Надеюсь, у вас будет получаться. Если кто-то захочет знать о Батерпляй-Гарде больше, приходить на тренировки. Мы все только им занимаемся. Ничего другого-то я не умею просто. Остальным техникам я не учился. Спасибо, что пришли. Я рад, что у вас много. Все, кто дожил, молодцы. Спасибо. Я очень удивился. Сегодня первые ребята, кто пришли в зал, это были ребята из Тулы. То есть люди в воскресенье поехали из Тулы на мой семинар. То есть вы понимаете? А в Туле делать нечего. Просто нечего делать в Туле в воскресенье. Поэтому пробуйте техники. Если что, приходите на тренировки, пишите, задавайте вопросы. Всех раз будет видеть. Сделаем еще семинары. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры подогнал «Симон»!